Всем привет! Сегодня будет обзор с моими отзывами о ранее купленных товарах с Валберс. Все цены, за которые я купила, пропишу в верхнем левом углу. Ссылки будут внизу в описании под видео. Капсулы для стирки 52 капсулы с очень легким, елеуловимым ароматом. Стирают очень хорошо. Три в одном. Идет как и с кондиционером. Я уже ими пользуюсь. Это то, что у меня тут осталось. А так я перекладываю их вот в эту вот баночку. Ну, мне так удобно и хранение заодно вам показываю, как вот хранится. Хорошая капсула. Рекомендую. Ну, давайте я вам покажу, как выглядит сами капсула. Вот так вот выглядит капсула. И очень придает мягкость белью. Даже не надо добавлять кондиционер, когда он уже тут внутри. Овальный ковер с ворсом. С высоким ворсом. Размер 160 на 300. Хорошо пылесосится и подметается. Ну, так как я еще и веником пользуюсь, поэтому и подметается тоже хорошо. Поближем. Вот так вот он тут с этой стороны. Не скользит. Хорошо лежит на полу. Быстро выпрямился после того, как я его разложила. Я очень довольна этим ковром. Цвет такой молочный. Так, навочек из двух штук. Размер 45 на 45. Без подушек. Подушки отдельно продавались. Вот такие вот навочки. Это такая вот мягенькая. Замок спрятан. Его не видно. Только собачка. Еще навочка. Она уже вот такая. Очень хорошее качество. Нитки вообще нигде не торчали. Прям вообще не пожалела, что купила их. Здесь также замок спрятан. Только собачка. Хорошо работает. Ну, там уже подушка отдельно продавалась. Также заказывала подушки 45 на 45. Также на Валдберрис. Ну, а на данный момент я рассказываю о навочках. Рекомендую. Металлический кухонный держатель для бумажных полотенец. На самоклеящейся основе. Еще я приклеила на суперклей. Ну, чтобы уже точно приклеился хорошо. У меня на обои приклеен. Немного вот. Видите, шевелится. Но держится хорошо. Так как все-таки обои. Ну, и на самоклеящейся основе все-таки. Вот так вот смотрится с полотенцем. Так же заказывала эти полотенца на Валдберрис. В общем, очень хороший держатель. Мне нравится. Удобно. Салфетница интерьерная. Из эко-кожи. В золотистом цвете. Мягенькая. Вот тут вот сверху. Вот вам показываю. Здесь она уже не мягкая, но приятная. Все равно на ощупь. Она хоть и интерьерная, но я ее для кухни заказывала. Вот тут сзади открывается. Так, с другой стороны. Открыла я, но закрывается тут же. Вот. Такая вот замечательная салфетница. И салфетки заказывала также на Валдберрис. В принципе, пачек в комплекте. Очень мягкие. Приятные на ощупь двухслойные. В наборе вот такие вот пять упаковок. По 200 штук в каждой пачке. Просто расцветки коробок. Разные коробки все пришли немятые. Очень классные. Насмок, если рот вытереть после того, как... Вот я, кстати, для этого взяла, чтобы рот вытирать после того, как покушаешь. А из Фикс Прайс вот эти вот салфетки, которые в плюше, они, конечно, такие пожестче. А эти прям как пушинки, такие, я даже не знаю, как объяснить. Они такие настолько мягкие. И вот тут вот у меня возле пенала кухонного вот так вот вам покажу. Кто, может, первый раз смотрит, будет интересно. Вот тут вот стоят у меня эта салфетница. Очень красиво смотрится в жизни даже лучше, чем на камере. Для Люси, вот которая лежит тут, заказывала уже давно подставку с мисками. Чтобы сразу там было и две миски разных цветов. Но я взяла вот такое вот натуральное дерево, ничем не прокрашенное. Но обработано хорошо. Здесь три миски идут. Для воды, для сухого и для влажного корма. Вот сами миски стеклянные. Они как могут вот так вот становиться, так и вот так. Ну, конечно, мне так неудобно. Мне, ну и Люсе, конечно, тоже удобно вот так вот кушать. Мне понравилось. На ножках идет. Вот таких вот ножках. Люся, тебе нравится кушать с этих мисок? Ей нравится. Ну вот как раз она пришла кушать. И ей удобно. Керамическая крошка. Объем 300 миллилитров. Очень эстетично, на мой взгляд, смотрится. Тяжелая, такая увесистая ручка, толстая. Не каждому будет удобно просовывать сюда пальцы. Но мне все равно удобно его держать. Очень красиво смотрится что? Чай и кофе. Но минус все-таки есть. Она у меня на самом деле чистая, но пачкается. Все равно пачкается. Вот он, минус присутствует. Специально перед съемкой не стала начищать, чтобы вы увидели. Вот на дне. В общем, кружка классная. Все равно мне она нравится. Хоть и не особо бюджетная. Существует из двух тарелок. Показываю вам одну. Так как вторая сейчас у меня занята. Это костяной фарфор объем 650 мл. Я взяла как для первых блюд, так и для вторых блюд. Удобно кушать и вторые блюда. Такая, точнее, увесистая тарелка. Но очень приятно из таких тарелок кушать. Также и подойдет, как и салатник. Безиновые сапоги 36 размера. Размер производителя 37. Российский размер 36. Я взяла свой размер 36. Здесь указан 37, но это идет 36 размер. Очень классные резиновые сапоги. Они мягкие. Я в них уже хожу. Так как у нас весна поздняя, лето еще не наступило. Хожу, наверное, больше недели уже. И в минуцовую температуру минус 4 ходила. И плюс, ну, слякоть не скользкие. Не промокают. Моются просто потрясающе. Даже с губкой хозяйственным мылом я их мыла. Вот такая вот подошва. Ну, так как я их мою все-таки каждый день после каждого этого похода на улицу. Тут мех вот такой вот в виде барашка. Он не снимается, этот мех. Очень теплые. Ну, так как я их носила в минус 4 даже. В общем, классные резиновые сапоги. Там есть разные расцветки. Черные, по-моему. Ну, черные точно есть. Голубые, там, зеленые, салатые. Ну, вот я выбрала в таком вот бежевом цвете. Очень классные резиновые сапоги. А, да, кстати, забыла предупредить. У них, когда приходят вам эти сапоги ресингов, у них есть очень такой неприятный запах. Ну, вот самого, наверное, вот этого вот состава. Как он, я забыла, издевый, как это называется материал. Очень сильно неприятно пахнет. Ну, сейчас выветрились они у меня, стояли какое-то время, да. Ну, выветриваются они постепенно, вот этот запах. Так что, имейте в виду, кто будет заказывать. Сразу не отказывайтесь, если вам они подойдут. Уфик для прихожей. В цвете бежевым топленое молоко с ящиком для хранения. Очень компактный, мягкий, красиво смотрится. Вот такой вот он с ножками идет. Сейчас я их переверну и покажу. Вот такие ножки. Извините за шерсть, все-таки у меня кошка живет, в доме живет. Вот. Все, вот и заговорили про тебя, да. И с этой стороны также ножки. Со всех сторон вот эти вот пуговицы, они такие крепко держатся. Я на телефоне включила вспышку, чтобы больше было видно. Давайте теперь покажу ящик. Давайте вместе с вами я открою этот пуговик. Вот за это я никогда не открываю, чтобы не оторвать, если чего. Вот тут у меня уже хранится этот парик, ну и пакет, с которым я хожу по улице. Но я его всегда протираю так же, чтобы грязно сюда его не ставить. Пофиг. И вот этот материал тоже хорошо протирается влажной тряпочкой. В общем, я очень довольна этим пуфиком. Классный пуф. Мягкий. Такой вот материал. Поближе вам. Масленка со стеклянной крышкой. Вот такая вот тут на ручка, кругленькая. Крышка такая достаточно увесистая. В холодильнике эта масленка очень красиво смотрится. Прямо замечательно. В общем, хорошее. Большой кусок сюда масла вмещается. Еще и место остается даже. Ну, не бюджетно, но классно. Пусть я на орхидеи покажу сразу с этого места, где оно у меня стоит. Вот. И мой горшок. Очень классно. Так как настоящие. Листики вот такие вот. Вот. И вот внутри. Реально, как настоящие. Прям бутоны такие. Так, вот в такой вот горшке пришла сама орхидея. Упакована была просто вообще классно. Такую, знаете, воздушную надутую. Как она там называется? Правильно не знаю. Вот в таком белом горшке. Еще внутри. Вот такие вот камушки. В общем, классные. Ну, также не бюджетные. Ну, мне она очень понравилась. Там были еще и другие расцветки. Понравилось, поэтому я и заказала. На окошке хорошо смотрится. Сахарница стеклянная с бамбуковой крышкой. На 500 миллилитров. Вот крышка. Тут такой шарик. Ну, я, кстати, за шарик не открываю. Я вот так вот открываю. И внутри вот. Они внутри вот эти вот полосочки. Ну, единственное, у меня еще и рука как бы маленькая. Мне не совсем обхватывать неудобно. А так мне нравится эта сахарница. И часто не надо подсыпать сахар. А в фикс-прессе я покупала подставку, подложку. Я ее использую под сахарницу. Вот. Вот такая сахарница. Ну, а вот это моя мясная тоже. Мне так удобно. Давайте подальше. Набор контейнеров из четырех штук. Две у меня заняты. И две свободные. Хорошие контейнеры. Но единственное, единственное. Есть минус. Ну, там, не знаю, кому как. Большой там минус или маленький. Если что-то красящееся, какой-то продукт попадает на крышку, то крышка покрасится. Ну, у меня красилась. Я подумала, как-то со временем отмывалась. Пару раз помыть и отмывается. А так мне нравятся эти контейнеры. Эстетично смотрится. Удобно. Мыть удобно. Аджира. Самый маленький контейнер. Ну, объемы вы можете посмотреть, уже перейдя по ссылке. Так. Ну, а вот тут вот контейнер. Я сюда сыр положила на резину с колбасой. Так. Но рукой неудобно открывать. Вот. Вот так смотрится. Сначала идет маленький контейнер, а потом уже вот этот. Есть еще самый объемный. Он у меня там с котлетами. В общем, контейнерами я довольна. Мне нравятся контейнеры. Вот так вот.